всем привет добро пожаловать на вторую серию по спаржи прошло около двух недель с выпуска первой части хотел уложиться как бы в неделю но все времени не было ковырять машину вот сегодня выдалось воскресенье решил заняться в общем вот буду натягивать резину зимнюю заказал себе еще на прошлой неделе вот следующей неделе должна уже будет приехать вот будем взрывать сейчас я пока хочу заняться демонтажом колес поставить спаржу на кирпичи и подлить масло у нас уже очень холодно мороз такой минус 10 но снега вообще нету и как бы ну ездить на вот такой вот резине вот такой вот как бы дело не из приятных как бы я езжу спокойно но не советую как бы все равно возит но поскольку в самом нижнем положении катаюсь мне хватает хватает ладно в прошлого раза по большому счету ничего не изменилось поменял только гофру на глушителе до гофру там или гармош как она называется потому что в прошлое вот что с ней стало картиночку приложу с кольцом с уплотнительным я думаю чё на мне это орет ну действительно вы там по просто выхлоп уже сифонит там на полную катушку ладно не будем тянуть будем приступать то теме сейчас очень рано в принципе от меня сейчас требуется снять фары колеса поставить это все дело на кирпичи для этого всего мне понадобится масло которое под залью в движок домкрат ключ отвертка ну и три накидных ключа на 8 10 и 13 приступим на улице очень холодно тогда морожено так в общем поставил я резину не получилось у меня в прошлый раз как я хотел снять колеса и полностью их выправить не помогли мне в общем ну никто не смог мне помочь никто не приехал на помощь чтобы отвести диски вправку да и было очень холодно очень устал их снимать причем болты кто-то мне на шинке так сильно закрутил вообще от реально просто не мог их снять по крайней мере два задних кольца точно уже просто не было терпения просто поставил наперед обратно колеса снял то убогое крыло которое пилил подкорректировал зато хотя бы фары более-менее я бы машина не настолько слепая и можно ездить по ночам на неделе съездил просто забрал резину из транспортной компании не стал снимать потому что тут процесс обычный просто приходишь забираешь товар кидашь машину едешь на следующий день я позвонил шинщику моему который взрывает резину единственный в городе человек который взрывает у нас пушка у которого есть это как и забыл называется но не суть в общем вот этот единственный человек вот прям повезло что он был я провод на следующий день съездил и отдел колеса то есть получился довольно таки неплохой стрейдж резину я взял 205 на 45 как и летнюю запасом на то что я вот буду сейчас зимой строить как бы расширение делать под эту резину и чтобы когда поставил летнюю летние это все равно будет поменьше маломерка какая-нибудь и то есть даже если будет такая же крупная резина жирная все спокойно встанет колеса все таки я не стал управлять потому что посмотрел они так-то по сути вообще ровные у меня только сам край диска ну вот от кантик он только гнутый и то потому что когда ну я заезжаю на работу там заезд во двор и там постоянно кто-то то выезжает и заезжает надо кого-то упускать постоянно а заезд то узкий и вот один раз случайно поцеловал так бордюрку одной стороной прям ну не сильно но на сход развали пришлось помочь что чтобы поставить этот станок этот лазер установку эту чтобы сделать сход развал так сделал сход развал я на пятерках сейчас я покажу вам то есть сейчас он не засвечивается вот мой электронный манометр сделает ход развал на 7 на пятерках то есть среднее положение сейчас тут немного спустила почему-то я только что пришел машина стояла сутки вот так вот да так вот у меня выставлено то есть это сделал я так потому что вы понятное дело впереди зима надо ездить по трассе до екатеринбурга вдруг ли придется ли до невьянска это где-то 50 ну и 100 километров расстояния езжу я очень быстро ну как бы как на обычной машине то есть не на заниженной выставил такие параметры чтобы было ну более менее низко прикольно чтобы не жрело резину понятное дело ну и можно было опуститься вполне то есть съезжая как все обычные водители то есть на такой 120 130 ну понятно делать чуть побыстрее езжу 140 150 и за счет этого сделал такое положение потому что в городе в принципе я могу опуститься ниже в городе есть очень мало то есть там от дома до работы только да и так в магазин и топа пути выходит ну и понятное дело на автомойку то есть расстояние очень маленько и там жор резины просто ну не обеспечен точно если обеспечен то совсем чуть-чуть завтра у меня сейчас назначена фотосессия такая небольшая знакомый друган который ну так увлекается фотиком или может учиться но не суть вот договорились пофоткаться хоть единственный кто меня пофоткает в общем сейчас я заеду в магазин куплю пороги куплю фильтр надо будет поменять также потом заеду куплю для фильтра воздуховод как у меня стоял летом хочу прикольнуться поставить потом уберу ну так для фотки понятное дело куплю пену хочу заделать сплитером то есть у меня там дырка у него образовалась то есть натер и в итоге отломал там все в общем там просто низа нету и он как бы такой ну потерял свою жесткость вот хочу запенить да там заделать чтобы хоть был пожестче так на зиму поставить поприкалываться поездить потом на лето куплю себе новый поправлю глушитель и сниму задний бампер наверно потому что он меня сильно выводит у него эти бакаут на одиннадцатых они вот если один раз то есть бампер тебя слетел так ну не особо то все ты его потом обратно не поставишь ну либо поставишь но только на саморезы потому что правило в одиннадцатых сараев это болезнь бампер ну пластик понятное дело и он крепится там только на вставке у него просто вставляется в пазы и все поскольку это автоваз они на марка они постоянно вываливаются постоянно езжу смотрю у всех одиннадцатых всех просто поголовно вот это задний бампер вот отскакивает ну либо совсем какого целка да еще хоть как-то более-менее держится ну в дальнейшем наверно просто от него избавлюсь у меня будет сзади стоять диффузор хочу да и выхлоп центр вывести ладно не будем болтать поехали дальше все наконец добрался я до дома купил все что необходимо но к сожалению не смог купить гофру для вытяжная которая идет системе вытяжки хотел ее сделать от фильтра и под бампер как у меня было летом стандартного вазовского не стал брать потому что она слишком ну маленькая то есть в диаметре где-то наверно сантиметров пять а мне надо сантиметров восемь чтобы как бы и воздуха приходило больше смотрелось гораздо лучше да и понадежнее будет чем бумажная вазовская так в общем купил я пороги пластиковые как раз черные не надо будет красить фильтр как хотел поменяют крышку бензобака но уже поменяла ответе вся в моем рапторе некрасиво смотрится пену чтобы запенить сплиттера чтобы он хоть сколько-то еще протянул стяжки для для глушителя и кисточку чтобы мазать герметик для швов вот сейчас собрал бампер еще не бампер а глушитель спанул он совсем опять отвис бисит вот для чего мне нужно будет стяжки сейчас по-бырому все скидываю ставлю пороги подтягиваю глушитель там наверно сейчас еще сразу быстренько запеню сплиттера потому что чтобы он сразу начал хоть твердеть и утром я его срезал и замазал герметиком чтобы вода внутрь не попадала обслуживаю масло антифриз кому интересно вот и какое масло использую shell helix ультра 5 в 40 самое по-моему дорогого масло и shell helix а не знаю у меня была восьмерка на ней был shell helix ну синий там по-моему какого полу синтетическое было но потом как мне сказал продавец она для сну таких уже старых моторов которые очень много отбегали а тут именно для таких более гоночных которые много выкручивают мотор для высокой оборота простых в общем и на до заливочку вот взял какой-то антифриз не знаю купил в ленте так то мне там залит этот пол либо феликс либо сакура какая-то не знаю давно уже не заливал потому что он мне и не требуется вот мой набор инструментов всяких там краски такие резинки прокладки там инструмент там болтики гайки всякие ладно надо приступать вот как выглядит мой сплиттер снизу то есть получается летом я натер с этой стороны ну когда им шоркал примерно было так же как здесь и по итогу когда уже начались сильные дожди то есть глубокие лужи и один раз я неудачно заехал так что у меня получается вода туда попала и все вырвало прям целый кусок я думал думал что у меня болтается снизу смотрел смотрел так и не допер оказывается вот кусок сплиттера в общем не стал брать самый дорогой купил самую дешевую монтажную пену прям туда вовнутрь все запрыскал здесь немного провел и туда еще до залил то есть получается вот как раз ровно баллон и вышел сейчас я подожду пока это все более меня засохнет наверно это будет уже завтра утром срежу лишнее здесь под закреплю стяжками ну наверное бы еще бы здесь стяжками закрепить но я не знаю вроде бы держится все но вот тут мне кажется надо будет обязательно примут здесь но здесь наверное пока тоже не надо мне кажется не должно так сильно распереть это все дело тем более ну тут тем более не надо потому что буду прижмется все к бамперу как из той стороны вот еще один нюанс при замене фильтра тут написано смена фильтрующего устройства и через каждые 30 тысяч километров но я делаю это буквально ну ну каждую тысячу или пол тысячи как бы лишь и не будет вещь копеечная вот новенький вот старенький но учебы не заменить тем более раз у меня гофра идет грубо говоря вот отсюда из-под фильтра здесь проходит и выходит вот здесь под бампером то есть прям торчит труба то есть воздух идет холодный впуск то есть также вот вместо это алюминиевый впуск тоже холодный нулевик я ставить не буду ни в коем случае даже когда будет компрессор как бы нулевик это все туфта так что не видитесь лучше обычного фильтра ничего нету раз решил заняться впускной системой заодно снял холодный впуск и обнаружил что мне там много грязи который надо оттуда вычищать но это скорее всего масло сочится через этот сапун или как называется уже забыл в общем отсюда наверно масло все равно входит надо ставить уловитель масла он мне как раз есть но все руки не доходят но сейчас его ставить не буду потому что не вижу смысла да и долго это очень пришло отличное средство чтобы вычистить холодный впуск просто набрызгал туда средство для очистки двигателя но это средство которое моет двигатель перед мойкой все масло ушло сейчас осталось только промыть водой и будет все как новенькое все вот такой фетиш получился под капоткой все вытер все поставил на место но оказывается я заметил что у меня у кронштейна двигателя отлетела вот эта часть которая идет к этому гибу вот не знаю отлетел еще неделю назад а я только сейчас заметил надо будет какой-нибудь сальник придумывать ночью добрался до заднего бампера снял его ну и вот какая собственно картина в общем еще один косяк весь сараев про который я говорил вот эти вот места которые куда прилегает бампер но уже собственно оно и понятно что он просто где прилегает там и натирает здесь я уже подкрашивал все зачищал проклеил вибру вот что-то как-то помогла ну вроде бы пока держится все вот здесь у меня был очень сильный рыжик сейчас вроде бы все чисто но пока не сейчас помою посмотрю на так в принципе все неплохо все равно машина будет опять перекрашиваться она подкрашиваться вернее чтобы у меня сша гринь это все я закрашу ну по-человечески и будет у меня выхлоп посередине то есть будет раздвоенный выхлоп и думал с двух сторон будет он присоединяться и средства один шотган такой двойной может одну простую трубу как у опеля astra житье какая-то вроде это ли там как вот такую насадку хочу но вроде место есть и должно смотреться будет неплохо учитывая то что будет еще диффузор установлен но так в принципе она реально без бампера смотрится лучше чем с бампером и тем более бамперы уже говорил что это бабокам болтающаяся хрень и неся вот такие последствия за собой натирает и все гниет а я опять же там вот все это дело вот из-за этого скапливается если там что-то натирает в конце концов все гниет так что обращайте внимание в эти места при покупке сарая все растаяло невозможно работать выхлоп более-менее поправил там уже просто некуда его цеплять но думаю оставлю так и поеду без бампера по сплиттеру пока вроде все нормально потихоньку его даже не распирает но он подсыхает это радует может сегодня уже смогу обрезать осталось поставить только пороги да и все то уже посмотрим в общем забрал я свою балку вот так вот она выглядит достался 20 тысяч рублей по плюсу у меня вчера вечером сломалась коробка сегодня вчера позавчера вечером у меня сломалась коробка вот вчера отдал ее серьги вот сегодня к обеду обещал уже сделать посмотрим что у нас получится у друзья вы наверное уже поняли по названию видео что у меня сломалась коробка сломалась она где-то пол недели назад вот вчера вечером я ее отдал серёге в гараже кастом 66 вроде так называется и вот сейчас иду забирать вот у него была готовая коробка на десятку то есть уже перебранная вот там что пару ништяков докупил там карданчик от калины и уфта что ли еще что-то ну не суть важно сейчас идем забирать заодно ценим работу надеюсь он справился еще не видел и сегодня вечером еще поеду к артуру будем устанавливать заднюю независимую подвеску которая мне приехала на днях сейчас еще жду на днях когда приедут стабилизаторы вообще стабилизатор взял тоже от приоры усиленный 22 миллиметра не автопродукт а какая-то там покруче там фирма есть там по изготовлению что-то там специально заворочились в общем сальники всякие силиконовые полиуретановые тоже буду на этой неделе ставить хочу успеть до нового года ну а так все после нового года в начале января даже где-то в первых числах от конкурса слетит за новостями это забрал я машину а теперь такой у меня ход кулисы задние так где-то тут первое нет это не первое это третье вот первое дальше где-то тут 2 3 4 5 то есть ход вообще мизерный но мне не нравится то что она смещена немного левее надо чуть-чуть про и переносить потому что о задней передачи искали специальный пластиковый фиксатор и 1 у меня сейчас у него упирается поэтому приходится 1 даже с нажатием нажимать и вот искать ее между задней и 3 тут просто вот где-то то пластик мешается и вот прям надо его найти как-то и ты постоянно либо в заднем попадаешь лифу в третью то есть 1 найти очень сложно сегодня подъеду еще вечером серёга мне исправит также мне пришел мой стабилизатор на 22 миллиметра который заказывал неделю назад в общем все получилось пришел мне до нового года вот буквально забрал позавчера там лежит я думал что он будет красным вообще-то я писал желтый надеюсь это все-таки тот который именно заказывал уж уточнять магазина не стал вот сейчас к нему заказал кучу комплекта всяких сальников пыльника все буду менять заодно все силиконово все полиуретановое вот втулка поперечины желтая полиуретановая смазка шруса большая надеюсь ее хватит дальше красные пыльники шруса силиконовые но как-то они больше на пластик похоже отогнуться но в принципе я не знаю на них вроде как порой кто-то говорит что пожизненная гарантия можно ездить и не бояться дальше усиленные стойки ss20 вот заказывал красный на почему-то прислали желтый но все-таки они те усилены на 22 миллиметра все калина приора ну и на 11 понятное дело что станет дальше внутренние пыльники шруса тоже силикон но они уже идут помягче прям вообще такие мягенькие прям вот тоже коричневые все цветное все плотное потом дальше хомуты от восьмерки впрочем как-то так поеду буду ставить а также я вчера поставил независимую подвеску замен свои старые балки очень сильно отключаются штатные балки то есть я не заказывал автопродукции этот синяя именно заказывал к основную балку не балку все я назову балкой а за независимую подвеску то есть много рычажку у которой есть настройка и развала и схождение все надо будет сидеть только на стад чтобы не поняли все выставили все углы и тогда я точно буду испытывать часа одну могу одно сказать то что она низкая то есть не стабилизатора от семерочный стоит внизу вон самые нижние точки находятся и от него до земли буквально сантиметров 5 на моем издом положении если машина ложится то там где-то сантиметров два наверно остается я отъезжу и все им цепляю вот нужно по сейчас разгружена не так сильно им цепляю там право просто кочки там сейчас на колью мне точно уже не стоит суваться на какие-то там выбоины пропускать между колес ну это чревато что он не отъебнет по большому счету там идут пока касательно удары вот я два раза стукнулся понял что да как и все сейчас вижу аккуратно то есть у меня не бывает такого что сильные удары получаю ватс либо по случайности там небольшие либо еще как-то ладно надо ехать виталик он уже ждёт а тем временем сидим заряжаем мою кум который сдох не знаю что произошло сигналка просто отказывается работать и все три раза пикает когда ставлю на сигнализацию снимается нормально но не запускается грешили на его билайзер но вроде бы он адекватно пока работает но я не знаю сейчас тянем домой откладывается все папея завтрашняя установка стабилизатора гидна